Развитие российского автопрома стало главной темой сегодняшнего совещания, которое в Тольятти провел Дмитрий Медведев. Перед его началом глава правительства посетил Автоваз, где примеру показали собираемые на предприятии модели, в том числе и последние разработки. Как заявил Дмитрий Медведев, автопром одна из ключевых отраслей экономики, от которой зависят многие другие. Несмотря на экономические сложности и существенное падение продаж автомобилей в стране, благодаря господдержке удалось не допустить остановки предприятий и массовых сокращений. По поручению Владимира Путина, правительство сейчас работает над стратегией развития автопрома на следующие десятилетия. Большое внимание в ней уделяется импортозамещению, а также разработке перспективных образцов, в том числе электромобилей. Кроме того, к 2025 году до четверти производимых в России машин предполагается отправлять на экспорт. Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил программу, в которой определяются размеры финансирования автопрома. Отрасль получит в текущем году наибольший объем субсидий из всех гражданских отраслей. Ее цель, этой программы, заложить основу для возобновления роста производства российских автомобилей. Предполагается, что общий объем финансирования составит около 50 миллиардов рублей. Это соответствует объему поддержки прошлого года в реальном выражении. Мы сохраним основные меры, которые применялись в 2015 году. Главная из них – программа обновления парка колесных транспортных средств. Кроме того, будут продолжены программы льготного автокредитования и лизинга. Мы начнем и два новых проекта. Каких? Первый – поддержка экспорта российских автомобилей и автокомплектов путем компенсации части транспортных затрат и расходов на приведение в соответствие нашей техники со стандартами покупателей. И второй – это новый этап обновления парка машин скорой и неотложной помощи.